Сегодня я буду готовить чайную колбасу. Для этого мне понадобится 2 яйца, стакан сахара, изюм, орехи, печенье, какао и сливочное масло. И хорошее настроение. Для начала 2 яйца разбиваете в миску. 1 яйцо и 2. Сюда же высыпаете стакан сахара, и все это перемешиваете. Перемешали. Сюда же мы добавляем какао. И к какао нам надо 2 столовые ложки. Всыпаете 2 столовые ложки какао, с горкой, и перемешиваете. Теперь мы берем сковороду и отправляем сюда 200 грамм сливочного масла. Вот у меня одна пачечка, 200 грамм. И сюда же сразу выливаю всю эту смесь. Вы можете всю эту смесь вместе со сливочным маслом поставить на водяную баню, я заморачиваться не буду, и поставлю на маленький-маленький огонь, не самый минимальный, какой мне позволяет клетан. Помешивайте, чтобы яйца наши не превратились в омлет. Все. Ставим на плиту до полного растворения сливочного масла, и чтобы не было крупинок сахара. Пока наша масса готовится, я измельчу печенье. Печенье буду измельчать в полиэтиленовом пакете. Вы можете взять блендер или мясорубку, что вам удобно. И при помощи скалки, вот такими ударами, я превращу свое печенье в крошку. Печенье я свое покрошила. Теперь при помощи блендера я немножко измельчу арахис. Не в пудру, так, чтобы кусочки чувствовались. Арахис я свой измельчила. Вот такой вот он получился. Видите, есть и крупные кусочки, есть и мелкие. Что теперь делаем? Теперь берем миску, в которой будем все это замешивать. Высыпаете орешки, Высыпаете печенье. Печенье с орехами перемешайте. Сюда же высыпаем изюм. Вы можете использовать любые орехи, любые сухофрукты. Все сухие ингредиенты мы перемешали. Теперь вливаем наш шоколад, так называемый. Если вы любите грецкие орехи, добавляйте грецкие орехи, кешью, любые, что есть под рукой. У меня были арахисы, поэтому я буду исправить арахисы. Все это хорошенечко надо перемешать, чтобы наше тесто было однородное. И в этот пакетик берем начинку. И формируем полбаску. Эта колбаска получается очень вкусная, очень такая сытная. Здесь же и орешки есть, и изюм. Вы можете использовать и курагу, если любите, и финики. Тогда уменьшите количество сахара, если будете финики использовать, потому что финики очень сладкие. Так что воздуха не было. Все. Одна колбаска готова. Вы можете делать тоньше, можете толще, как хотите. Вот такие вот две замечательные колбаски получились. Но мы их отправляем пока в морозилку, чтобы они полностью застыли, чтобы можно было их нарезать и кушать. Вот застыла наша колбаса. С пакетом, видите, достается отлично. Вот второй я не буду расстыковывать на одинаковые. Сейчас я нарежу, покажу, какая она в разрезе. Это у нас колбаса с изюмом и орешками. Очень вкусные. Приятного аппетита! Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А на моем канале вы встретите очень много вкусных и простых рецептов. До скорых встреч и приятного аппетита!